Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поприветствовать так же, как другие главы государств нашей пятёрки, участвующих в сегодняшнем заседании глав государств и правительств Египта, Гвинеи, Таджикистана, Таиланда и Мексики. Встречи в формате аутрич на полях саммитов БРИКС стали традицией, позволяют государствам пятёрки налаживать сотрудничество с различными структурами и региональными организациями. На предыдущих саммитах состоялось продуктивное общение с лидерами стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией стран Бенгальского залива, Африканского союза, нового партнёрства для развития Африки. В этом году в Сямене присутствуют лидеры ряда стран с формирующимися рынками. Эти страны являются для БРИКС естественными союзниками и перспективными деловыми партнёрами. Поэтому вполне логично, что БРИКС налаживает с ними тесное взаимодействие в социально-экономической сфере, выражает готовность проводить скоординированную линию в международных делах. Уважаемые коллеги, Россия активно работает в направлении реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Коллеги здесь уже об этом упоминали. Мы сотрудничаем с международными организациями системы ООН. Совместно осуществляем проекты, направленные в том числе на обеспечение продовольственной безопасности, модернизацию промышленной и транспортной инфраструктуры, решение экологических проблем. В частности, в 2016 году объём российской поддержки целей развития составил 1,160 млрд долларов. В рамках инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов. Мы поддерживаем и фонд Всемирной продовольственной программы. При этом Россия является пятым по величине плательщиком фонд промышленного развития ЮНИДА. Хотел бы особо выделить принципиальную российскую позицию. Помощь в реализации целей устойчивого развития не должна увязываться с какими-либо политическими требованиями и условиями, иначе это идёт в ущерб решению главных задач – искоренению нищеты, ликвидации серьёзных диспропорций в развитии между регионами и государствами, облегчению долгового времени развивающихся государств. С вопросами развития непосредственно связана и другая важная международная проблема, имея в виду глобальные изменения климата. Напомню, что Россия полностью выполнила свои обязательства по Киотскому протоколу. С 1991 по 2012 год мы не только не допустили роста выбросов парниковых газов, но значительно снизили их на 40 млрд тонн. Ведём планомерную работу по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату. Масштабный вклад России позволит в значительной степени компенсировать рост выбросов в других странах и регионах. Хотел бы также упомянуть, что Россия приступила к разработке долгосрочной стратегии низкоэмиссионного развития и соответствующего плана адаптации к неблагоприятным изменениям климата, как это предусмотрено в Парижском соглашении. Уважаемые коллеги, в завершение хотел бы выразить уверенность, что сегодняшняя встреча поможет всем нам чётче понимать и учитывать интересы друг друга. Будет способствовать активизации многопланового сотрудничества и диалога между нашими странами и народами. Благодарю вас за внимание. В частности, в 2016 году объём российской поддержки целей развития составил 1,160 млрд долларов. В рамках инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью Россия списала африканским странам долг на сумму более 20 млрд долларов. Мы поддерживаем и фонд Всемирной продовольственной программы. При этом Россия является пятым по величине плательщиком фонд промышленного развития. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поприветствовать, так же, как другие главы государств нашей пятёрки, участвующих в сегодняшнем заседании глав государств и правительств Египта, Гвинеи, Таджикистана, Таиланда и Мексики. Встречи в формате аутрич на полях саммитов БРИКС стали традицией, позволяют государствам пятёрки налаживать сотрудничество с различными структурами и региональными организациями, налаживают с ними тесные взаимодействия в социально-экономической сфере, выражают готовность проводить скоординированную линию в международных делах. Уважаемые коллеги, Россия активно работает в направлении реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Коллеги здесь уже об этом упоминали. Мы сотрудничаем с международными организациями системы ООН. Совместно осуществляем проекты, направленные в том числе на обеспечение продовольственной безопасности, модернизацию и развитие ЮНИДа. Хотел бы особо выделить принципиальную российскую позицию. Помощь в реализации целей устойчивого развития не должна увязываться с какими-либо политическими требованиями и условиями. Иначе это идёт в ущерб решению главных задач – искоренению нищеты, ликвидации серьёзных диспропорций в развитии между регионами и государствами, облегчению долгового времени развивающихся государств. С вопросами развития непосредственно связана и другая цель. На предыдущих саммитах состоялось продуктивное общение с лидерами стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организацией сотрудничества, организацией стран Бенгальского залива, Африканского союза, нового партнёрства для развития Африки. В этом году в Сиамене присутствуют лидеры ряда стран с формирующимися рынками. Эти страны являются для БРИКС естественными союзниками и перспективными деловыми партнёрами. Поэтому вполне логично, что БРИКС...